Всем привет, с вами Раск и мы продолжаем наши гайды и туториалы по Sword of the Stars and the Flash. И сегодня мы рассмотрим такую расу как Тарка. Сначала маленькое содержание, как они выглядят, их социальная структура, их быт, их биология. И после этого перейдем к плюсам расы, минусам расы, их боевые доктрины и потом суммируем, что у нас получилось. Итак, Тарка это двуногие прямоходящие рептилии, имеющие две, можно сказать, два периода взросления, что приводит к нас к их биологии. Поскольку это рептилии, они яйцекладущие. Поскольку они двуполые, соответственно, яйца кладут женщины не больше, по-моему, четырех яиц за всю жизнь, что ограничивает их скорость роста. Собственно, когда я говорил про две степени взросления, это основано, собственно, на их биологии. То есть, после вылупления из яйца, маленький Таркас растет где-то лет до 18, где превращается в такого андоргинного гуманоида с двумя ногами, двумя руками, хвостом и, собственно, головой. Нормальный такой гуманоид, где-то среднего роста 1,75-1,8 метра. Собственно, вот как-то так. После этого наступает... В этой стадии он может находиться неограниченно долго, вплоть до полностью всей своей жизни. Поскольку количество, собственно, самцов и самок у них как бы одинаковое, примерно, плюс-минус, как и у людей. Однако же, вот эта вот вторая стадия взросления наступает после того, как, если, так сказать, молодой Таркас и молодая Таркасианка начинают любить друг друга, она может снести неоплодотворенное яйцо, после поедания которого самец наступает своего рода метаморфоза, как физиологическое, так и гормональное. То есть, молодой Таркас после съедения яйца мутирует, если можно так сказать, во вторую стадию взросления. То есть, он увеличивается в размерах, его кости, ну, кости укропняются, упрочняются. Некоторые жизненно важные органы, вроде легких сердца, печени и почек, по-моему, покрываются защитными оболочками костяными. Всюду нарастают шипы и он, как уже сказано, увеличивается сильно в размерах, вплоть до трех метров и приобретает несколько другие пропорции. То есть, если до этого он напоминал чем-то такого здоровяка лемура, то теперь он напоминает что-то вроде гориллоподобного, но с сохранением пропорций, да. Собственно, их культура основана вот как раз вокруг вот этих яиц. И получается так, что только полностью полувозрелые самцы, мужики, так сказать, могут оплодотворять самочек и развивать, собственно, население. На этом также основана их и социальная структура. То есть, офицеры, высший командный состав, десант, это все являются полностью взрослые самцы, которые вот такие вот крупные. Также невозможно стать верховным главнокомандующим, который является, так сказать, императором, или, как его еще называют, отец императоров, не являясь полностью взрослым. То есть, Таркас, не прошедший метровую фозу, эту должность занять не может. Поскольку у них есть хвост, у них очень сильно развиты боевые искусства, которые в том числе используют хвост. Но это так, ссылочка культурная. Сама империя Таркасов существует уже порядка 100 тысяч лет, но из-за своей традиционной структуры и медленной скорости развития, они вышли в космос всего 900 лет назад. То есть, это относительно молодая раса в плане космических перелетов. Используют технологию ВАРПа. Собственно, переходим к плюсам. Их основная технология передвижения является классический ВАРП, который можете найти в любом другом научно-фантастическом сеттинге. То есть, когда корабль перемещается, каждый корабль обволакивается таким пузырем сокращение пространства-времени. Внутри пространства-время сохраняет свое течение. Но этот пузырь вроде как уменьшает расстояние от точки А до точки Б. То есть, сворачивает перед и разворачивает сзади. То есть, фактически, кораблик остается на своем месте. Особенностью их является то, что после исследования некоторых технологий в компьютерных системах, у вас появляется возможность управлять этим ВАРПом прямо на лету. Это, по-моему, называется гиперпространственной коммуникацией. То есть, выбирая какую-либо систему на исследование, допустим, тупиль, мы отправляем туда разведку. Сейчас, пока эта технология не исследована, она будет, как и остальные расы, перемещаться в точке А в точку Б только. Однако, после исследования гиперпространственных коммуникаций, вы можете изменить направление движения прямо на лету. А не как остальные расы, которые раз выбрал точку назначения, пока они до туда не доползут, вы ничего изменить не сможете. Эти же, наоборот, можно изменить, например, если бы это было исследовано, то можно было бы, например, на зето-ритикуле отправить его, и он, не долетая до сюда, развернулся бы и полетел бы сюда. Но это требует ходов, я пока это делать не стал. Дальше. С торговлей у них, собственно, традиционные товары, которые надо ставить в станции, то есть тоже все зависит хорошо. Их кораблики достаточно мощные, в основном на нос. Сейчас покажу. Вот бронекрейсер. Если посмотрим... Однако, у них есть минус, но об этом позже. Так. У них хорошее бронирование верхней полусферы. У них огромное количество пушек, которые размещаются, особенно тяжелых пушек. Хорошие арки боковые, довольно скоростные. Максимальная скорость поменьше, чем у остальных, как и узловая, но это развивается с помощью движков. Скорость поворота примерно на уровне хайверов. Тяга такая же, как у людей. Массы чуть-чуть побольше, чем у людей. У них также хорошее снабжение, достойное количество энергии, которое можно поставить на кораблики. Но вследствие того, что у них есть как бы две субраса, которые отличаются, ну, как я уже говорил, первоначальное взросление и вторичного взросления. Поскольку экипаж, командные составы, то есть сержанты, капитан, его помощник, и все прочее, дальше те, которые сидят на пушках, они являются крупными. Все остальные же, это техники, инженеры, обслуживающий персонал, повара. Это все первичного взросления. Таркаса, поэтому у них обычно получается плохо все с экипажем. Да. Цена судна у них относительно дешевая, как в плане денег, так и в плане очков судостроения, потому что они специализируются на индустрии. Но и достаточно хорошее, ну, как достаточно дешевое поддержание. Это из плюсов самих корабликов, теперь плюсы технологические. Они хорошо себя показывают в центральной ветке торпед, то есть это электромагнитные торпеды, и все с этим связанное. А вот уже обычные ракеты, торпеды, у них не очень все хорошо. У них, в принципе, средние шансы на энергию, и лазерные пушки. Хорошо у них все с баллистическими формами оружия, то есть это ракеты, это баллистика, также они отлично себя показывают в индустрии, и чуть хуже в инженерке. Компьютерные технологии у них так себе. Иногда вот этот вот экспертный систем невозможно исследовать, очень маленький шанс. Политология у них тоже на достаточном уровне, но поскольку общество традиционное, у них этому отдается мало внимания. Еще они также себя хорошо показывают в плане боевых дронов. То есть у них есть такая особенность, присущая этой расе, у них есть боевые эсминцы. Нет, боевые эсминцы есть, конечно, у всех рас, только у некоторых это может быть только эсминцы, у некоторых поднимается до крейсеров. Единственные две расы, которые могут развить боевые эсминцы до уровня лимкоров, это Тарко и Лиеры. Но в отличие от Лиеров, у них, скажем так, вот эсминцы, крейсера и лимкоры несколько похуже. Несколько похуже, но они это получают гарантированно, в отличие от тех же Лиеров, которые могут не получить крейсеров или лимкоров. Дальше. Со счетами у них все посредственно, скажем так. Псионика, они знают, они умеют, могут, практикуют, однако относятся к ним, к этой ветке, с подозрением. Поэтому такое себе. Кибернетику могут, могут, но шансы довольно скромные. Движки, это, ну, следующая стадия движков открывается только после выхода на антиматерию. То есть сначала это укрепленная оболочка, потом антиматерия. Это вот где-то вот здесь вот. Вот где-то вот здесь вот будет. Так, следующее. Поскольку это военизированное общество, у них довольно... Нет, конечно, не имею такого преимущества, как хайверы в 30% уменьшения шанса пиратства, однако, будучи военизированным обществом, у них очень хорошие полицейские катера. Они очень хорошо вооружены. Вот сейчас покажу. Значит, вот полиция, в отличие от остальных, которые имеют, ну, в принципе, шаблон одинаковый, то есть две легкие пушки, две средних. Но у Таркасов это все направлено вперед. То есть, грубо говоря, у Таркасов очень хороший фронтальный удар. Не шикарный, но хороший. Шикарный будет у Зууолов. Также они хорошо защищены сверху, но это к минусам уже довольно слабо защищено брюхо. То есть, первое, что надо будет... Ну, доктрина эта будет тоже немного попозже. Теперь, наверное, перейдем к минусам. Поскольку у них, как было уже сказано, довольно плохо все средненькие шансы на исследование энергии, средние шансы на исследование чего-либо, кроме центральной ветки. Дальше у них плохо все с компьютерными технологиями, потому что область новая, видимо. Щиты также у них плохо развиваются и приходится играть в игру трофея. Найди трофей. Также Псионика у них тоже довольно посредственные шансы, как и кибернетика. Дальше переходим к минусам самих кораблей. Они довольно медленно поворачивают. Особенно, чем больше вы нагружаете баллистическим оружием, тем сложнее они поворачивают. Так, поскольку на энергию у них тоже весьма посредственные шансы, у них также есть проблемы с энергией. То есть, зарядить все абсолютно полностью энергетическим оружием не выйдет. Вам будет постоянно не хватать энергии, что в свою очередь выльется в то, что энергетическое оружие будет стрелять медленнее. Также у них проблемы с экипажем, но об этом я уже сказал. Снабжение у них же хорошее в большинстве своем. Также еще один минус, который можно сказать. У них довольно слабенькие движки, как вы можете посмотреть. У них хороший нос, то есть командная секция, достойная секция миссии, но движки хрупкие достаточно. Также, в отличие от хайверов, их танкеры обладают несколько меньшим, ну как несколько меньшим, почти вдвое меньшим количеством снабжения, чем те же хайверы. То есть максимум, который вы можете развить на крейсере, это 174 и 180, вместо 400 с чем-то почти 700, если брать танкер. Дальше, поскольку скорость, как было уже сказано, биологические женщины могут приносить не больше 4 яиц, за всю свою жизнь скорость роста населения у них относительно маленькая, где-то процентов на 20 меньше, чем у всех остальных рас. Дальше, они не любят дипломатию, и в отличие от людей, у них довольно дорогие станции, хотя их содержание обходится несколько дешевле. Теперь переходим к военной доктрине. Их кораблики тяжело бронированы сверху, но при этом у них очень уязвим дно. То есть, грубо говоря, если вы посмотрите, вот тут уже поставлена броня, если вы посмотрите, вот эти вот полоски означают бронирование соответствующей стороны. То есть, В это верх, потом низ, потом бока. Б это бока, да. То есть, как вы видите, верх и бока у них бронируются гораздо лучше, чем дно. То есть, доктрина получается такая. Вы нападаете фронтально, за счет их фронтального удара у них, он очень хороший. Вы, так сказать, должны в этот момент, как только у вас остается где-то около четверти расстояния до врага, вы должны переходить в нижнюю плоскость, так сказать, проходить под ним, попутно где-то на полпути начать разворот и переход обратно на среднюю плоскость. Это первый маневр, единственный, который надо разучить любому новичку в первую очередь. Иначе будет плохо. Старайтесь не подставлять брюхо, то есть, не переходить в верхнюю плоскость, потому что вам довольно быстро и легко накидается в слабо защищенное подбрюшье, и ваш корабль просто взорвется. Также по рейтингу структуры они далеко не самые толстые, получше, чем, конечно, ну, где-то наравне с людьми. Да. Много раза хуже все обстоит дело, чем у Хайверов и Лоа. Следующее. Скорость постоянно, то есть, это можно отнести как к плюсам, так и к минусам. То есть, они могут перемещаться в любую систему, да, но их скорость будет постоянно. В данном случае, если мы посмотрим по дизайну кораблей, у них скорость будет составлять 6 витовых лет за ход. Потом можно поднять, вплоть, по-моему, до 15 для крейсеров и где-то около 30-ника у линкоров. Но и только. Скорость будет постоянно, и все. То есть, они будут передвигаться все время с постоянной скоростью. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, всегда враг будет четко знать, что будет, сколько времени займет добраться до его системы. Собственно, играясь против Тарка, старайтесь бить все время в дно. То есть, играть на нижней плоскости. Потому что дно у Тарка, как было уже сказано, довольно слабо бронировано, и там практически нет пушек. То есть, вы будете получать гораздо меньше огня входящего, и при этом он будет получать гораздо большие повреждения. Тактика же, опять-таки, тоже массированные удары, большими флотами, фронтальные удары, и очень советуется использовать боевые рейдеры. Потому что это та технология, в которой они хороши. С лазерами, как уже сказано, некоторые вы можете исследовать гарантированно, некоторые будет хуже. Например, вот эта ветка у них практически всегда нормально, но тут, конечно, зависит от игры к игре. Например, в этой игре я уже пытался, тут вот шанс будет, это, так сказать, это загрузка, тут шанс получился конкретно в этой игре всего 1%, что очень плохо. В предыдущей игре, в предыдущей попытке записи, я смог дойти вплоть до мезонного луча, но и только. После этого было закрыто. Также у них есть такая особая технология, которой они делятся пополам вместе с зоулами, это в баллистике, тут есть вот такие вот захваты. Это такие специальные ракеты, которые закрепляются на броне противника и соединяются с кораблем носителем этой ракеты толстенной цепью. То есть, грубо говоря, они захватывают и держат. Эту технологию можно развить еще два раза. В первый раз оно будет глушить электронику на цели повреждая внутренние энергетические банки энергии, реакторы и все такое. И третий вариант, они будут откачивать эту энергию, замедляя их действие, их энергетического оружия. Также у них все хорошо с минами, однако с ракетами у них как-то не очень хорошо, несмотря на то, что все баллистические технологии им даются с относительной легкостью. Также у них очень хорошие линкоры, однако линкоры гораздо медленнее и опять-таки чем лучше движок, тем он хрупче, что накладывает свои ограничения. Собственно, это практически все, что я хотел вам рассказать про Таркасов. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, пробуйте играть в эту замечательную игру. Если вам не понравилось, опять-таки ставьте дизлайк, комментируйте, аргументируйте, почему вам не понравилось. Следующей серии мы перейдем, наверное, к Леирам, а до тех пор серия выйдет, наверное, завтра, послезавтра. Пока-пока.